Музыка Совсем недавно биржа Bitfinex выпустила собственный токен Uniset Leo. Всего за месяц криптовалюта успела вырасти на 80% и пробиться в топ-20 CoinMarketCap. Но история проекта, как и репутация разработчиков, настораживает многих инвесторов. Что представляет собой криптовалюта Uniset Leo? Есть ли у нее перспективы для роста? Можно ли сейчас в нее вкладываться? Попробуем найти ответы на все вопросы. Криптовалюта Uniset Leo История одного скандала Прошлый год выдался очень сложным для Bitfinex. Генеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила компанию iFinex, которая владеет биржей в сокрытии потери в 750 миллионов долларов. Согласно тексту обвинения, сумма была передана в Crypto Capital Corp, панамскую контору, занимающуюся обработкой цифровых платежей. Большая часть денег была выведена из клиентских фондов Bitfinex. В прокуратуре предполагают, что дефицит покрыли за счет резервов Tether Limited, компании, также являющейся собственностью iFinex. Расследование продолжается до сих пор. Bitfinex обвинение отрицает. Администрация сообщила, что деньги не утеряны, а лишь временно заморожены, и в дальнейшем будут использованы для развития платформы. Но крипто-сообщество бурно отреагировало на тревожные новости. По инсайдерским данным, пользователи вывели из площадки около 18 тысяч биткоин и 450 тысяч эфириум. Многие и вовсе обвинили Bitfinex в апрельском обвале биткоина, который по времени совпал с разгаром скандала. Чтобы реабилитироваться в глазах вкладчиков, биржа объявила о выпуске собственного токена, за счет которого собирается покрыть бюджетный дефицит. В мае 2019 года в составе iFinex появилась компания UnisetLeo Limited, которые получили создание и продвижение одноименной криптовалюты. Разработчики сгенерировали почти миллиард токенов и продали их по одному доллару в ходе закрытого первичного биржевого предложения. У White Paper проекта указано, что каждый месяц Bitfinex будет тратить 27% прибыли, чтобы выкупать токены по рыночному курсу. Выкупленные монеты будут сжигать деньги, класть бюджет. Если схема не сработает, имеется план B – за 4 года покрыть оставшийся долг за счет основной прибыли компании. В доказательство прозрачности своих намерений Bitfinex публикует данные о выкупленных и сожженных токенах, а также информацию о проведенных транзакциях. Для этого на официальном сайте создали специальный раздел. Ближе к выпуску криптовалюты стало известно, что возможности ее применения не ограничиваются одним лишь закрытием дыр в бюджете. Разработчики быстро придумали, как привлечь инвестора. Для чего нужна криптовалюта UnisadLeo? Новоиспеченный токен служит сразу трем целями. Восполнению бюджета Bitfinex, расширению возможностей для клиентов сервиса, развитию экосистемы iFinex. С первым пунктом уже разобрались, перейдем ко второму. По аналогии с Binance Coin у Binance, UnisadLeo выполняет роль внутренней монеты биржи, использование которой дает ряд преимуществ. Комиссионные сборы на Bitfinex и Adfinex для держателей монеты сокращены на 15%. Скидка распространяется на все криптовалютные пары, включая пары со стелпкоинами. Чтобы воспользоваться опцией, достаточно иметь на счету хотя бы одну монету. Комиссия для тейкеров, которые хранят в криптовалюте больше 5000 тезер, снижается еще на 10%, суммарная экономия 25%. Дополнительная скидка 0,05% ежемесячно начисляется на каждые 10 000 тезер, удерживаемые в UnisadLeo. Держатели более 50 миллионов монет получают 25% скидки на вывод валюты, как цифровой, так и фиатной, и маржинарную торговлю. Более того, они не платят дополнительных сборов за вывод средств, эквивалентных 2 миллионам долларов. Третий пункт UnisadLeo станет служебным токеном в новых сервисах, которые планируют развивать iFinex. Это Bitfinex, Derivative, iFinex, iEo, Platform, Deiser, Bitfinex и Eosfinex. Держателям монет обещают скидки на использование сервисов, а также особые условия маржинарной торговли и работы с деривативами, фьючерсами, опционами и т.д. В наибольшем выигрыше оказываются крупные держатели активов, но и рядовые инвесторы имеют возможность выйти в плюс. Эмиссия уже закончена, и новые токены выпускаться не будут. Наоборот, каждый месяц определенное их количество будет сжигаться. Следовательно, при росте рыночной капитализации стоимость каждого отдельного токена будет повышаться, и трейдеры смогут зарабатывать на разнице курса. Да и момент со снижением торговых комиссий воодушевил многих пользователей, которые не участвовали в IEO, но тоже хотят получить монеты. Криптовалюта Unisit Leo – как купить, где хранить. Ни Proof of Work, ни Proof of Stake Mining не предусмотрен. Все выпущенные монеты были распределены в ходе закрытых продаж. Те, которые еще не успели сжечь, находятся в обороте. Единственный способ получить Unisit Leo – закупаться на биржах. Выбор площадок, которые добавили альткоин в листинг, пока что невелик. Несложно догадаться, что основная часть торгов, почти 75%, ведется на Bitfinex. Небольшой список бирж – не главная проблема, с которой сталкиваются трейдеры из СНГ. Ведь безо сложности QS верификации большинство из них вообще не могут работать на перечисленных площадках. Благо, есть альтернативный вариант – Service Delta Exchange, который не требует прохождения QS. Зато с хранением активов проблем нет. Unisit Leo токен формата ERC-20, выпущенный на базе Ethereum. Его принимают многие популярные криптокошельки, включая MyAzerWallet, IMToken, MetaMask, Trezor, Ledger NanoOS и другие. В скором времени разработчики планируют синхронизировать токен с криптокошельками, поддерживающими формат EOS. Единственный нюанс, чтобы получить скидку на оплату комиссий, держать планеты нужно в аккаунте Bitfinex. Этот момент не устраивает многих пользователей, которые не доверяют бирже после конфликта с прокуратурой и историей с Tether. К тому же не все верят, что цена актива будет расти. Как и почему менялась стоимость Unisit Leo? Как мы уже говорили, в ходе закрытых продаж стоимость токена составляла 1 доллар. 21 мая 2019 года Altcoin вышел на рынок и торговался уже по 1,05 доллара. К концу месяца цена плавно выросла до 1 доллара 35 центов. Рыночная капитализация в тот период исчислялась несколькими десятками миллионов. Криптовалюта стартовала с 271 строчки в рейтинге CoinMarketCap. В первой половине июня биржа OKEx объявила о листинге Unisit Leo и курс сразу подскочил до 1 доллара 98 центов. Исторический максимум на сегодняшний день. Капитализация же перевалила за миллиард долларов. К всеобщему удивлению, последовавшая фаза коррекции практически не отобразилась на рыночных котировках. На момент написания статьи цена составляет 1 доллар 89 центов. Капитализация 1,9 миллиарда долларов. С таким показателем Altcoin занимает 14 место в рейтинге CoinMarketCap. Чем же обусловлена столь быстрая рыночная динамика? Причин несколько. Популярность Bitfinex. Несмотря на частые скандалы и подмоченные репутации, биржа остается одним из самых крупных и авторитетных игроков на рынке. Поэтому и выпуск собственной криптовалюты был позитивно встречен в сообществе. Об этом говорит хотя бы тот факт, что миллиард токенов был распродан всего за несколько дней. Привлекательная программа лояльности. Одно только снижение комиссий существенно повысило интерес к проекту и мощно стимулировало рыночную динамику. Суточный оборот торгов составляет 10,3 миллиарда долларов. Это невероятный показатель для актива, которому всего месяц. Более того, разработчики уже анонсировали новые волны бонусов. Заинтересованность китов. Есть мнение, что максимальные преференции для крупных инвесторов могут привести к монополизации рынка китами. Нельзя не отметить и тот факт, что именно из-за выгодных условий эти самые киты интенсивно закупают монету, чем повышают ее цену и капитализацию. Но значит ли это, что котировки будут расти дальше? Должна ли позитивная динамика служить сигналом к покупке альткоина? Стоит ли сейчас инвестировать в Юни Седлео и какой прогноз ее дальнейшего развития? Большинство аналитиков сходятся во мнении, что потенциал роста еще не исчерпан. Если текущая динамика не будет сломлена коррекцией, а компания iFinex продолжит продвигать новые сервисы, котировки заметно вырастут. Анализ месячного курса дает основания полагать, что максимальные ценовые скачки еще впереди. Что касается коррекции, то до сегодняшнего дня она ни разу серьезно не обвалила показатель. Радужные перспективы омрачают лишь незавершенный конфликт с Генеральной прокуратурой. Какие выводы? Добавление Юни Седлео в криптовалютный портфель может стать выгодной стратегией для опытных инвесторов. Главное условие – вовремя заметить перелом тренда и успеть избавиться от монет, если они начнут падать в цене. Советуем выделять под актив не больше 5-10% портфеля. Новичкам лучше подождать, пока iFinex решит проблемы с государственными регуляторами. Это не касается активных трейдеров, работающих на Bitfinex и Adfinex. Существенная экономия на оплате комиссий позволит им повысить прибыль от основных сделок. Редактор субтитров А.Семкин